Книга «Открытым оком. Тема священства. Том 16. Вопрос 3049. Вы говорите, что нет авторитета Библии, а на место его авторитет свои батюшки построили. Но разве сегодня это началось? Вы бы почитали, как Иоанна Кронштадтского почитали его слушатели? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Причина тут одна. Если нет авторитета священного писания, тогда ставится иной на ходулях. Кавычки открываются. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Страница 93. Цитата. Вот он показался в дверях. Его быстро проводят к дверям и сажают в экипаж. Иначе ему не добраться до церкви через толпы чающих движения воды. Народ бросается за экипажем. Его хватают за колеса. Вся толпа, как один человек, бросается бежать вслед за его экипажем. Повторяя свои возгласы и ловя на лету его благословляющую руку. Народ бежит вплоть до калитки, устроенной позади собора, через которую отец Иоанн входит прямо в алтарь. Здесь его встречает новая толпа. В порыве духовного рвения народ совершенно забывал всякую осторожность в обращении с батюшкой и давил, толкал его во все стороны, не давая свободного прохода. Он не делал ни малейшей попытки вырваться из тесноты. К началу утренний громадный храм, вмещающий в себе более 7 тысяч человек, полон народом. Если бы отец Иоанн входил в храм с западными дверями через народ, то ему кажется никогда бы не добраться до алтаря. Для прохода отца Иоанна в алтарь вдоль стены, в длину всего храма, решеткой отгораживали место. Но это мало помогало, так как его и здесь постоянно останавливали. Отец Иоанн хотел кого-то благословить через решетку, когда проходил в алтарь этим местом. Тотчас схватили его руку и начали ее покрывать поцелуями, передавая друг другу. «Передай мне, передавай мне!» Слышалось далеко в народе. Если бы силой не отбили у народа отца Иоанна, то трудно сказать не только о том, когда бы он пришел в алтарь, но и о том, в каком бы виде он туда пришел. Рассказывает, что иногда отрывали даже части от его одежды. Взойдя в алтарь, он начал радушно приветствовать сначала своих сослуживцев, а потом счастливцев, имевших возможность видеть его так близко. «А, здравствуйте, братцы, здравствуйте!» Все делал он спешно и быстро. Поздоровавшись, он облачился в ризы красного цвета и начал утреннюю. Говорят, красный цвет его любимый цвет. Одного обласкает, другого потреплет по плечу. «Волосы прядями не спадали на плечи, а проскомидии просфор бывает так много, что их приносили сюда целыми большими корзинами». Страница 97. «Сам отец Иоанн может вынуть только по несколько просфор из каждой корзины». Просфор подают иногда до пяти тысяч. «Знаете ли, что великий ответ несу я пред престолом Всевышнего, если вы приступите, не приготовившись? Братья и сестры, о, как легко человеку впадать в грехи! Он стоял на омвоне перед образом Спасителя и пламенно горячо молился. Он плакал о нас. Он своими слезами омывал скверну грехов наших. Да, отец Иоанн плакал, соединяя свои слезы с нашими слезами, и в этот-то момент волнение рыдающего народа достигло высшей степени. Громадный собор наполнился стонами, криками и рыданиями. Казалось, весь храм дрожала под потрясающих воплей народа. Потрясающая картина! Величественное и вместе с тем умилительное зрелище, ясно доказывающее, как сильна вера в Бога и как велик дух русского народа, воздвигнутого на добрый подвиг покаяния вдохновенными наставлениями мудрого пастыря. Но вот среди воплей раздался голос отца Иоанна, просящего народ утихнуть. Послушные его голосу, мы умолкли и с радостною надеждою смотрели на лицо его. «Покаялись ли вы? Желаете ли исправиться?» громко спросил он трепещущую толпу. «Покаялись, батюшка! Желаем исправиться! Помолись за нас!» Единодушно, искренно грянула толпа. Вслед за тем отец Иоанн наложил на смиренно наклоненную толпой Петрахиль и свою властную освященную руку в знак того, что раскаившиеся грешники благодатью Божию прощены и разрешены от своих грехов. Радостный, освобожденный от тяжкого бремени народ вздохнул свободно и со слезами радости смотрел на сияющего духовным торжеством доброго пастыря, сумевшего всколыхнуть спасительным студом души кающихся и омыть своими слезами загрязненные души. Затем последовал вынос причистых животворящих тайн Христовых и после громогласного прочтения всеми молитвы верою Господи и исповедую началось благоговейное причащение тела и крови Христовых, благодатно входящих в очищенные и примиренные с Богом души людские. Более двух часов длилось причащение многочисленного народа и наконец было окончено. Кончилось все. Батюшка уезжает обратно, вот он вышел из боковых дверей и направился к паперти. Что тут произошло, пишет один наблюдатель, я решительно отказываюсь воспроизвести с достаточной наглядностью. Лишь только он показался, вся толпа неудержимой волной, тесняя и давя друг друга, хлынула в его сторону и стоявшие за заветной решеткой вмиг очутились на самом омвоне и чуть не сбили его с ног. При содействии псаломщика и двух сторожей отец Иоанн быстро перебрался к левому пределу и сделал шаг вперед, чтобы пройти с этой стороны. Не тут-то было. В одно мгновение та же толпа, точно подтолкнутая какой-то стихийной силой, стремительно шарахнулась влево и, простирая вперед в руки, перебивая друг друга и крича, и плача, настойчиво скучились у церковной решетки, преграждая путь своему доброму пастырю. О чем кричали, о чем молили, ничего нельзя было разобрать, потому что все эти мольбы и крики сливались в один неясный, оглушительный и растерянный вопль. Отец Иоанн, затиснутый в угол, стоял покорно, прижавшись к стене, и на утомленном лице его отпечатлевалась не то мучительная тоска, не то бесконечная горечь при виде этой иступленно метущейся у ног его жалко беспомощной толпы. Казалось, с чего могло быть проще для каждого другого пастыря выйти из алтаря и против и пройти шагов пятьдесят до паперти, но для отца Иоанна такое путешествие являлось делом долгим, трудным и даже небезопасным. Предвидев все это, двое городовых, находявшиеся в наличности сторожа и несколько человек из именитых купцов предприняли очень быструю и оригинальную меру, а именно стали по обе стороны намеченного пути и, протянув по всей линии толстую веревку, образовали нечто вроде живой шпалеры с виду очень жесткой и внушительной. Но лишь только отец Иоанн двинулся вперед, вся эта внушительная шпалера оказалась детской смешной выдумкой. Веревка с треском лопнула, купцы и городовые в один миг были отброшены в противоположный конец храма и толпа, смешавшись и сшибая друг друга с ног, окружила отца Иоанна плотной непроницаемой стеной. Теперь отец Иоанн вдруг как бы исчез и некоторое время его вовсе не было видно. Потом вдруг вся эта волнующая и вопящая стена колыхнулась в сторону и я увидел отца Иоанна смертельно бледного, сосредоточенно печального, медленно, шаг за шагом, как в безжалостных тисках, подвигающегося вперед, с видимым трудом высвобождающего свою руку для благословения. И чем ближе он подвигался к выходу, тем толпа становилась настойчивее, беспощаднее и крепливее. У меня просто захватило дух от этого зрелища, я невольно полузакрыл глаза. Когда я их открыл, отца Иоанна уже не было в храме и сам храм теперь совсем обезлюдил. Теперь в углу перед сорока устом молилась на коленях какая-то богобоязненная старушка. Да, старик-сторож сумрачно подметал пол, на котором валялись обрывки веревок, дамские нитяные перчатки, кулачок вязаной косынки и другие следы недавнего урагана. Мои глаза встретились с сочувственным взглядом старика. «Господи, что же это такое? Неужто же это у вас так всегда?» Сторож сокрушительно вздохнул. «Эх, милый барин, ежели бы так всегда, а то вот одномеднясь под успение нашло народу так, как есть сшибли с ног батюшку». «То есть как это сшибли?» «А так сранили вовсе наземь и прошли по нем как по муравьев». Ну, а он что? «Известно, агнец божий встал, перекрестился и хоть бы словечко». Наконец, отец Иоанн дома. Ему подают почту, как разнообразно и трогательно содержание этой огромной корреспонденции из всех концов России, из Франции, Швеции, Англии, Америки. Страница 176 Отдыхал в Рыжкове в десяти верстах от Харькова. Первым результатом его пребывания было то, что цветы и клумбы в саду имения были потоптаны и стерты с лица земли. Народу тут пребывало до ста тысяч человек. В день подходило по семь-восемь тысяч человек. Благодаря необыкновенному скоплению пассажиров к поезду прицеплялось по 10-12 добавочных вагонов. Страница 178 15 июня по настоянию Харьковского архиепископа Амбросия отец Иоанн служил литургию в городском соборе в первый и единственный раз вследствие больших затруднений от чрезмерного скопления публики. Совершал он литургии в сослужении всего городского духовенства. И это была беда, а не служба, как выразился один из очевидцев. Толпа напирала и едва не врывалась подталкиваемая задними рядами в алтарь. Певчие пели в алтаре. В алтаре же перед царскими вратами делались все выходы. Железные решетки в соборе оказались поломанными натиском толпы. С трудом отец Иоанн выбрался из собора в одном подряснике без шляпы. Стечение народа вокруг собора было необычайное. Вся площадь и прилегающие к ней улицы сплошь переполнены были народом. Никакие полицейские меры не могли водворить порядок. Преосвященный предложил провести богослужение на соборной площади. Народ теснился так, что все крыши домов усеяны были желающими увидеть всеми обожаемого кронштадтского пастыря. На молебстве присутствовало более 60 тысяч человек. После провозглашения многолетия государю императору и всему царствующему дому толпа не выдержала и крикнула «Ура!» посещение Саратова одна женщина не дождавшись еще совершенной остановки парохода с берега прямо в одежде бросилась в воду чтобы обратить на себя внимание и увидеть батюшку. На корабль зашли под благословение губернатор и именитые люди. Толпа зашевелилась задрожала. Более благоразумные люди отошли к стенкам и перилам. Еще минуты две спокойных и трудно описать что произошло. Какой-то стихийный поток неистовые крики полицейских «Дайте дорогу! Пустите!» смешиваются с плачем и истеричными возглавляющими «Батюшка! Благослови!» вопли женщины и детей которых чуть не задавили чистую публику стихийно бросившуюся за ними тесня и давя друг друга еле удалось остановить внизу. На берегу надежная цель полицейских предохранила Саяна и его свиту от давки. Он был быстро посажен в карету которая несколькими верховыми впереди умчалась по направлению к архиерейскому дому. Молебен предполагали служить на площади но когда вынесли иконы на паперть то увидели что собор окружала такая масса что нести иконы далее было нельзя пришлось молебен служить у входа народ стеною двинулся к паперти послышались крики по окончании обеднии карета с отцом Иоанном с трудом проследовала через массы народа несмотря на то что впереди ехало шесть конных стражников к назначенному для отъезда отца Иоанна времени к пристани собраны были в помощь полиции войска которые по ту и другую сторону проезда образовали цепь весть о приезде отца Иоанна пронеслась по селу многие плакали и со слезами на глазах громко взывали господи откуда это нам что ты посылаешь нам грешным такую благодать почтенные старички и старушки позабыли про свою дряхлую старость и тут же в толпе среди своих сынов и внуков вбежали не отставая от них страница 189 отважный причалил к пристани Казани и забравшие свою одну лишь сплошную массу голов колыхнув простите изображавшей собою одну лишь сплошную массу голов колыхнувшуюся волнами так что отец Иоанн сошел на пристань как буквально был сбит с ног и стиснут громадной толпой стоявшие впереди взявшие за руки образовали две сплошные цепи с свободным проходом по мере приближения отца Иоанна к приготовленным экипажем напор толпы однако становился все сильнее так что уже не было возможности сдерживать ее сдавленный со всех сторон отец Иоанн медленно двигался вперед не оказывая однако никому благословений необыкновенными усилиями отец Иоанн был извлечен наконец из тысячной толпы и буквально внесен в коляску куда рядом с ним сел городской голова лишь только коляска конвоируемая верховыми полицейскими стражниками тронулась за нею кинулась толпа в несколько сот человек некоторые с явным риском бросались в подножки экипажа схватывали и целовали руку отца Иоанна прикасались к его одежде и затем подносили прикасавшуюся руку к своим губам на обеде отец Иоанн между прочим сказал в каждом человеке богом насаждено религиозное чувство которое по свойству своему должно выражаться во внешней форме должно изливаться так или иначе наружу это неудержимое свойство каждого человека благодаря господу он наделен божественным милосердием выражающимся в особенности вызывать в народе это религиозное чувство чем он бесконечно счастлив и за что он беспрестанно благодарит Бога отъезжая отец Иоанн остался чрезвычайно доволен своим посещением Казани горячо благодарит городского голову благословил его образ призывая благодать Божию на дальнейшее управление его в кавычках просвещенным столь значительным и благочестивым городом страница 193 отец Иоанн не захотел сойти с парохода и приветствовал собравшись на берегу заявил что обед не будет служить завтра благословил народ и ушел в свои каюты люди на берегу всю ночь жгли костры одна группа расположилась так чтобы видеть отъехавший от пристани пароход и без слов смотрела если можно так сказать молитвенно на светлую точку в каюте батюшки огонек погас но группа смотрела темно но все еще чудилось что оттуда светит не верилось что там где Иоанн может быть темно страница 326 иногда эта любовь к нему обнаруживается страстно болезненно известно что раза два кусали пальцы отцу Иоанну с намерением откусить совершенно на память или как святыню разрывали часть его одежды и тому подобное к нему сносятся постоянно различные вещественные дары делают крупные пожертвования через его руки можно сказать проходят миллионы рублей несмотря на свои 70 лет отец Иоанн выглядит человеком имеющим не более 30 лет Исайя 42 8 Я Господь это мое имя и не дам славы моей иному и хвалы моей и стуканов Деяние 12 22 А народ восклицал это голос Бога а не человека Разве Иоанн не видел что люди смертные и грешные идут уже и не ко Христу а к Нему не менее может грешному чем его почитатели Такую раскрутку потом получат Ленин Сталин Гитлер А основание этому безумию было заложено уже в человекопочитании восхваление его харизмы в таких невероятных размерах и обоснование подвел под свой культ Но оставалось уже меньше 10 лет до взрыва страны и эти же экзальтированные утробы пойдут громить храмы и монастыри Почему же Иоанн не образовывал кружки по изучению Библии Не посылал с проповедей Евангелия по стране как делают сегодня только сектанты разные всякие Значит он был слеп и ничего не видел Он был доволен этим абсолютно ненормальным почитанием себя Сравните как прощались с апостолом Павлом и прощались навсегда Что-нибудь похожее есть здесь? Деяние 20 36 38 Сказав это Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился Тогда немалый плач был у всех и падая на выю Павла целовали его скорбя особенно от сказанного им слова что они уже не увидят лица его и провожали его до корабля как как встречали Павла как встречали Павла или Петра Деяние 28 15 Тамошние братья услышав о нас вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц увидев их Павел возблагодарил Бога и ободрился Деяние 10 25 26 Когда Петр входил Корнилий встретил его и поклонился Пав к ногам его Петр же поднял его говоря Встань я тоже человек Принимать такую славу такое неукротимое славословие в свой адрес как Иоанн Кронштадтский может ли уж совсем неверующий или глубоко обольщенный духовно больной психически свихнувшийся человек Почему Иван Ильич Сергиев не разрушил свой авторитет как делал это Христос а ежедневно въезжал в храм на этом ослинного нрава народе как Христос сделал всего лишь однажды чтобы исполнить пророчество пророка Захарии при входе в Иерусалим в вербное воскресенье Иоанна 6 67 тогда Иисус сказал 12 не хотите ли и вы отойти знающий Христа и Писания разве будет воздавать смертному такую неподобающую ему честь Великий Великий соблазн был во многом а в этом неумеренном почитании был и великий грех не допустивший многих напрямую выйти ко Христу Иоанн ушел и осталась зияющая пустота которую революционеры и заняли тут же даже и вот цветная фотография с орденами которую сам же Иоанн и благословил распространять что собственноручно на фото и надписал это тоже нормально премудрость Ламона 14.16 Потом утвердившийся временем этот нечестивый обычай соблюдаем был как закон и по повелениям властителей изваяние почитаемо было как божество глуп кто не выслушав дает ответ снаряды лягут мимо с недолетом а надо бы идти за выстрелами вслед каким бы ни казалось дело плевым Бог слушает молитвы миллиардов и учит и дерет за зло непослушание не раз от наших слов поставленных на карту прочь зубы нечестивые приходится лишь шамкать не торопись язык и скройся с зубами пока они хотя не все еще во рту иначе нам головомойка баня мажит свербит и воет за версту не пожалеешь если промолчишь особенно судить других опасно где благодать с молчанием рядом тишь ни воздержания ни обуяна страстью у мудрости характер молчуна отсеивает сходу все обиды злопомнение не толкая в чулан оно печально на лице так видно оно печатью на лице так видно не торопись и мысли не дроби дай дай выстояться слышанным дай выстояться слышанным событием где промолчишь ослабнет впереди ермо амбиции и не станешь быдлом молчание золото из глубины добыть так хочется то час обогатиться нам нужно изменять все бытие и быт чтоб не во тьме кротовой быть а птицей когда словарь библейский в голове и сердце переполнено писанием то в разговоре вставишь фразы две а остальное дорисуют сами глупцом бы не прослыть и болтуном всю жизнь молчать учусь благовествуя язык и мысль печатный наш станок из библии штампуют и не словечко в суе 20 марта 2006 года Игнатий Лапкин